Доброе утро! Шаббат-шалом! Как мы читали, мы в недельном отрывке, которая называется «Вейкагель» и «Соберу». На этой неделе мы читаем две недельные главы вместе, потому что в невысокосный год, так? Я буду больше говорить из недельного отрывка «Вейкагель». В 35-й главе, в 10-м стихе, И всякий из вас, мудрый с сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Я делаю акцент на словосочетании «мудрый с сердцем». И мы продолжаем дальше в этой же главе с 30-го стиха. С 30-го по 35-й стихи. Моисей сказал израильтянам «Господь избрал Бецалеля сына Урии, внука Хура, из рода Иуды». И исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, знанием и всяким мастерством. Что мы тут видим? В предыдущем стихе мы читали, что каждый мудрый с сердцем придет. А в 30-м стихе мы видим, что Всевышний зовет Бецалеля. И это значит, что Бецалель уже был мудрый с сердцем. И дальше написано «Исполнил его Духом Божьим». И что этот Дух Божий дал ему? Мудрость, разумение и знание всяким мастерством. То есть, он был мудрый, он понимал то дело, которое ему нужно было делать. А разумение это, что ему Господь Бог дал аналитический склад ума, чтобы он мог анализировать ситуацию. А знание всяким мастерством, это что он своими руками умел делать что-то. Дальше еще перечисляются люди, которым этот дар был дан. Я хочу сконцентрироваться на мудрости и на разумении. Давайте немножко поговорим, кто же был такой Бецалель. По-русски написано «Веселил». Его отец был Ури, а дедушка – Хур. Давайте с дедушки начнем. Хур – это тот же корень, что и Хурин – свободный. Хурин – это человек свободный. Во всех пониманиях. И вот Хур рожает Урия. Ури – его смысл этого имени – Божий свет. Или Бог – мой свет. То есть он искал Господа Бога во всей своей жизни. И рождается у Ури сын, он его называет Бецалель. И смысл перевод этого имени – тот, кто находится в тени Бога. Представим себе дерево, которое дает тень. Тень обычно находится близко к объекту, который дает эту тень. Значит, Бецалель – это человек, который в тени Бога. Значит, он находится теоретически близко к Господу Богу. И вот смотрите, какая интересная цепочка. Дедушка Хур, который переводится его имя – свободный, рождает мальчика сына, которого зовут Ури – это Божий свет, который рождает другого мальчика, которого называют Бецалель, что означает «в тени Божьи». И тут мы возвращаемся к мудрости. И вот этот человек, он был близок к Богу, Бецалель. И он был уже мудрый сердцем. У него была мудрость жизни, жизненная мудрость, житейская мудрость. И Господь избирает его и наполняет его мудростью, разумением, знанием и всяческим мастерством. Окей. Для чего я хочу? То есть, да, Господь дает каждому мудрость, когда мы это просим. Что мы будем делать с этой мудростью? И вот из толкования выше мы можем понять, что Бецалель уже имел какую-то определенную мудрость, и он уже умел толковать Божьи какие-то действия. И Бог дает ему еще. И вот мы можем из этого выяснить, что Бецалель имел это знание, которое он мог использовать в этом мастерстве своем. И вот когда мы раз за разом пытаемся сделать эту вещь, пытаемся и пытаемся, у нас получается больше опыта, и мы становимся такими аптесанами. Мы будем уже опытные в этом деле. И вот смотрите, эти примеры легко объяснить на примере, когда мы делаем что-то руками. А тут говорится о мудрости. Мысли. Как мы можем быть опытными или наполнить опытом, или очистить свои мысли. Иллюим нутен лану хухма. Бог дает нам мудрость. Боихолет לחשוב. Способность мыслить. И когда мы размышляем, мы пытаемся найти подходящие слова, вот тем самым мы применяем эту мудрость в своей жизни. Когда мы читаем книги. И вот раз за разом наши мысли, наши мышления, оно более такое осторонаправленное. И наши действия рук, они будут более лучшими. И то, что мы своими руками пытаемся сотворить, оно будет получаться более лучше. Приведу пример касательно детей. Будет просто понятно всем, о взрослом и детям. Вот когда мы учимся завязывать шнурки. Вначале это трудно. Я до сегодняшнего дня завязываю не очень хорошо. Но пытаюсь. Если мы завязываем не хорошо, то же самое с мыслями. Мы пытаемся. Мы пытаемся. Мы пытаемся. образом что мы где-то что-то услышали. И вот так же как со шнурками. Мы, если будем думать более четко. И будем выбирать правильные слова для объяснения своих мыслей. тогда наши мыслей будут более доступны и более понятны, так же как эти шнурки, которые лучше завязаны. Это все взаимосвязаны. Если наши мысли, если наши мысли, они чистые и четкие, то так же дела наших рук, они будут тоже ясные и понятные и хорошие. И вот эта способность, она, конечно же, нуждается в том, чтобы ее занимались ею, поддерживали ее. И вот если мы будем размышлять над этим, если мы будем пытаться находить правильные слова для того, чтобы правильно изъяснять свои мысли и будем работать над своими мыслями, это, конечно же, приведет нас к радости в свободе размышлять. Это не очень просто, но это то, что я хотел объяснить. Туда.